всем привет о моей любимой рок-группе о лучшей рок-группе мира ну вообще как говорят у нас в каждой избушке свои погремушки у каждого есть свои любимые авторы как сказано в одном фильме а что касается моей любимой группы не только моей вот этой вот the rolling stones у этой группы такое количество пластинок что выбрать лучшую в общем не представляется возможным поскольку пластинок как я уже говорил очень много все они разные разные периоды творчества the rolling stones мы имеем поэтому определить какой альбом самый-самый-самый это вообще невозможно коррена говоря ну один из лучших наверное альбомов вот этот экзайл он main street вышел он в 1972 году и имеет большую историю такую же длинную как этот сам самый альбом двойной если кто не знает вот вот он двойной такой вот этот вкладочке я показываю и собственно говоря пластинки началась вся история всеми с первом году когда группа поехала в тур одновременно практически с выходом пластинки sticky fingers и тур этот по рассказам очевидцев был наверное самым плохим туром группы the rolling stones он был ужасным тур по англии сет состоял всего из 8 песен но дослушать их до конца зрителям было тяжело потому что болел очень кит ричардс болел он болел зависимостью от различных препаратов и играл не очень хорошо мягко говоря поскольку музыка группа the rolling stones особенно в концертном варианте она вся держится на ките ричардсе вся ритмическая основа дается ритм гитары кита ричардса это такой удивительный ансамбль в котором ритм осуществляет ритмическую основу осуществляет не барабаны с гитарой а не барабаны с бас-гитары а гитара кита ричардса то есть кит ричардс играет а чарли вот уже под него сказать встраивается вместе с биллом вайманом ну я имею ввиду тот состав еще главный скажем так да поскольку кит ричардс болел и играл не очень хорошо то бил вами чарли вот по словам опять-таки очевидцев пытался попасть в такт но это было так сложно что иногда в так он попадал только на последней песне все остальное было как то так не очень внятно при этом джаггер не слышал инструменты не слышал фортепиано в частности это же мимо так-то вступал со своим пением но тем не менее тур благополучно закончился и группа собралась записывать новый альбом отношения были сложные в коллективе довольно на тот момент времени потому что опять таки я говорю кит ричардс болел джаггер собирался устраивать свадьбу свою у ричардса был у ричардса был уже малолетний сын марлон он был поглощен помимо приема препаратов семейной жизнью ухаживал как мог за сыном марлоном если мне память не изменяет при всем при этом над группой витала вот это вот облако темная которая нависла над ними после распада группы the beatles который случился совсем недавно и джаггер всеми силами старался группу сохранить дорог с том чтобы не пойти вслед за beatles в никуда в общем-то кое-как ему это удавалось и налоговое бремя еще помимо всего прочего давила на коллектив потому что заработки были большие а в англии чем больше заработки тем больше платишь и в конце концов наступает такой момент когда платить приходится практически все на налоги я имею ввиду и ансамбль решил переехать во францию отметили они отъезд во францию после этого своего провального тура большой вечеринкой в лондоне куда пришли эрик лептон джон леннон с йока о на масса других артистов до двух часов ночи продолжалась продолжался 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 джем в одной из гостиниц лондонских до тех пор пока соседи не стали кричать у них те же проблемы что и у нас соседи не стали кричать и жаловаться в полицию что там слишком шумно рядом нам мешают спать приехала полиция и дорогим снова вместе с эриком клепсоном и джоном ленноном благополучно при как прекратили играть и разошлись после чего ричард снял виллу во франции на берегу средиземного моря платил за эту виллу 10 тысяч фунтов в месяц но жить там стало ему дешевле нежели в родной англии группа приехала за ним сняли жильем в окрестностях этой самой виллы и решили записать прямо на вилле новый альбом привезли туда мобильную студию the rolling stones разместили в подвале оборудование в подвале в комнатах везде протянули протянули шнуры провода энергии требовалось много розетки не выдерживали на вилле поэтому они ночью как настоящие рок-музыканты подцепились к линии электропередачи от электрички которая ходила неподалеку и подпитывались французской энергией бесплатно вилла была большая имела мистическую историю потому что англичанин адмирал по моему какой-то который построил в 19 веке по слухам покончил с собой бросившись с крыши этой самой виллы и над виллой висела вот это такое мистическое облако из прошлого призраки до замка морис биль если кто-то помнит этот замечательный фильм но видимо призраки эти и вызвали определенное настроение у коллектива потому что весь коллектив принялся тут же употреблять различные препараты видимо чтобы нейтрализовать присутствие призраков принимать гостей в том числе того же самого джона леннона уильяма бироуза по моему если мне память не изменяет грэм парсонс приезжал великий кантри исполнитель который тоже любил различные препараты и в общем там дым стоял коромыслом при этом там жила анита поленберг жена кита ричардса и малолетний сын марлон из сессии звукозаписи приходилось сопоставлять со временем когда сын марлон ложится спать или просыпается помимо этого приходилось сессии звукозаписи сопоставлять со временем приема препаратов китом ричардсом что тоже немаловажно потому что иногда он мог играть на гитаре иногда не мог иногда он уходил уложить сына марлона который на втором этаже спал спаленки я пойду уложу марлона уходил появлялся через четыре часа обратно здрасте я я я сына уложил давайте играть но тем не менее запись продолжалась началась и продолжалась кое-какой материал был уже записан во время сессии стики фингерс но это был лишь кое-какой какие-то наметки группа стала репетировать играть все звукорежиссеры и техники были в ужасе потому что группа играла невероятно плохо пока кирт и кит ричардс укладывал сына марлона группа играла и это было ужасно по словам очевидцев все расползалось ничего не клеилась потом кит ричард спускался из своих почевален брал гитару и все склеивалось но звучало все равно все достаточно плохо а потом как-то со временем стало лучше 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 то ли препараты изменились то ли они кончились хотя говорят что не кончались они до самого конца но как-то в общем дело пошло и в результате появился самый наверное рок-н-ролльный альбом группы the rolling stones exile on main street фантастическая история потому что как как я уже говорил сначала все было плохо а потом все стало склеиваться 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 в какой-то момент миг джаггер сказал все я больше не могу я больше здесь не появлюсь и уехал совсем билл вайман уехал еще раньше потому что для него это было невыносимо все происходящее он был человек более менее спокойным чарли вот все время выпивал что шло в разрез с приемами препаратов китом ричардсом и грэмом парсонсом его другом но в общем все более менее сложилось альбом заканчивали писать в лос-анджелесе куда пришел доктор джон макребеннак если кто не знает привел кучу перкуссионистов кучу бэк-вокалисток духовую секцию духовая секса и здесь была изначально но в лос-анджелесе все это уже уложилось окончательно и ни одной плохой песни 18 песен ни одной плохой не одной плохо сыгранной ни одной плохо спетой начинается все с рокс офф песни ричардса с яростного гитарного дуэта бешеный совершенно напор который переходит в rip this joint самая скоростная песня наверное the rolling stones hip shake блюзовая такая штука минималистическая джаггер прекрасно играет на гармошке ян стюарт на фортепиано и никаких ударных почти нет там по ободу по моему бьет только чарли вот такой минимализм блюзовый но очень кайфовый казино буги буги откровенная про казино и там блин дайс песня которая звучит на большинстве концертов the rolling stones размашистая широкая мелодичная распевная замечательная вторая сторона сверху такая она более-менее country вообще джаггер говорил что этот альбом состоит из четырех частей первая часть тяжелый рок тяжелого урока было в англии немного на тот момент времени если говорить о концертах о популярных группах там флагманами являлись дипе пол группа фэйсис с родом стюартом и хамбл пай у кого-то может быть другие представления англии 71 года но это именно так хамбл пай фэйсис и дипе пол это были хедлайнеры на всех концертах и the rolling stones держали марку они должны были участвовать в этом хард-рок движение группа звучала тяжело и этот альбом он достаточно гитарно тяжелый вполне но если первая сторона это такой хард-рок в осмыслении ровинг-стоунс то вторая сторона кантри свет свет вирджиния кант контрюшная вещь тонн этот торн энд фрейд песня которую ричардс придумал спустился в студию в подвал в два часа ночи и там были двое музыкантов не из группы the rolling stones был джим прайс а и мик тейлор они втроем записали основу потом постепенно подходили разные музыканты дописывали получилась прекрасная песня торн энд фрейд она достаточно сложная очень мелодичная очень проникновенная гитарно тяжелая тоже очень хорошая очень серьезное полотно в отличие от многих в отличие от той же rocks of который просто rocks of black angel песня посвящена этой самой как же анджеле дэвис тоже в сторону кантри посвящение анджеле дэвис анджела дэвис была не просто у нас другом советского союза она помимо прочего еще было лидером движение черной пантеры движение черной пантеры мы поговорим отдельно когда про джимми хендрикса вспомним ловен кап заканчивается первая пластинка и начинается 2 с блюзовой основой хэппи кит ричардс поет сам единственная песня как которую он поет на альбоме вспомнил свои занятия в церковном хоре когда он был маленький он пел в церковном хоре соответственно с альфеджо все в порядке он петь может в общем до сих пор вроде бы как turn on the run блюзовая штука в сторону body для такая опять таки миг джаггер на гармошке прекрасно здесь играет она начинается на трех аккордах как положено потом на одном аккорде дикий такой кач и джаггер зарубает на губной гармошке очень качественно вентилятор блюз тяжеленная мистическая вещь автором с автором который является миг тейлор играет соло на гитаре но она очень тяжелая вентилятор блюз just wanna see your face let it loose распевный миг джаггер замечательный вокал здесь и очень такая торжественная красивая улетная песня и четвертая сторона тяжелый настоящий белый соул all down the line ракешник с уклоном к соул stop breaking down это вообще просто я соула здесь не обнаружил в песне stop breaking down никогда не обнаружила просто тяжеленный блюз-рок который может убрать большинство наверно блюз-роковых команд англии и shine light да будет свет она вот такая и есть как название shine light куча бэков женских куча куча всего саксофон и другие духовые все просто просто оркестр мощнейший оркестр и soul survivor последняя песня громкая чисто роллинг-стоун звукская гармония такая чисто роллинг-стоу роллинг-стоун звукская подача очень гитарный очень здорово спетой очень здорово сыгранный альбом а если бы знали из какого ссора растут цветы не ведая стыда как сказал поэт однажды из ничего практически из полного хаоса родился шедевр очень рекомендую экзайл он main street 72 год назвал бы это лучшим альбомом the rolling stones но не могу потому что у них очень много хороших других но это один из безусловно это удар в мозг удар в сердце удар во все музыкальные части тела пошел пить и слушать дальше пока